Привет! Вы оказались на канале Райская жизнь на Канарах. Сегодня я расскажу и покажу самую эксклюзивную, самую люксовую зону острова Гран-Канария, которую вы просто обязаны посетить, если оказались на каникулах здесь. В этой зоне расположены самые красивые пятизвездочные отели острова. Это шикарный отель сети Rio, один из которых расположен за моей спиной. Это харизматичный Баобаб местной канарской сети L'Api San. Это самый большой отель в Испании Costa Melaneras и единственный в своей категории Gran Lujo отель Residencia. Все они расположены здесь, а также обзоры на эти отели вы можете найти в моем плейлисте отелей и ресторана Гран-Канарии. Я надеюсь, что они вам понравятся и вы обязательно подарите им лайк. Да, каждый отель в зоне Melaneras – это самое настоящее произведение искусства. Вообще, эту атмосферу канарского шика невозможно перепутать ни с чем. Это вам не Таиланд и не Дубай. Это европейские субтропики, испанская страсть к ярким краскам и формам, которая прослеживается везде – в архитектуре, в оформлении интерьеров и ландшафтном дизайне. Любой, кто отдыхал на Канарах или хотя бы останавливался на пару ночей в этих отелях, запомнит на всю жизнь эти завтраки под пение птиц с хрустящей булкой-хамоном, прохладные кусочки медового манго и березу бассейна, зеркально отражающего бездонное голубое небо. Зона Melaneras – это то место, которое дополнит Дюны Мас-Паломас, космополитичный Лас-Пальмас, канарскую Венецию в порту Маган, для того, чтобы вы сложили картинку и поняли, почему Канары должны оказаться в списке любого путешественника. Очень многие, кто приезжает в отпуск на Гранд-Канарию, совмещают экскурсии, пляжный отдых с шопингом. Бульвар Фару. Фару, кстати, переводится с испанского как «маяк». Представляет из себя то место, где у вас буквально разбегутся глаза от количества брендовых магазинов и бутиков. Давайте, наконец, подойдем поближе к маяку. Фару является географической точкой, разделяющей два туристических района или зоны на юге Гранд-Канарии. Если вы пойдете, как я, по дощечатой дорожке, то окажетесь сначала на пляже Мас-Паломас, и если продолжите, то дойдете до пресного озера Чарка де Мас-Паломас и до известных дюн. Кстати, подпишитесь на мой канал, потому что совсем скоро я выпущу видео про эту часть острова, которую вы непременно должны посетить, если хотите, помимо покупок, привести с Гранд-Канарии впечатления и красочные фотографии. Итак, давайте двинемся от маяка в противоположную сторону, чтобы начать, наконец-таки, наш виртуальный шоппинг. Вы знаете, я всегда перед такой эмоциональной нагрузкой предпочитаю заправиться либо кофе с пирожным, либо выпить вкусный освежающий коктейль. Здесь могу вам порекомендовать всем известное кафе де Пари и Максимилиан. Это итальянский ресторан, в котором очень многие предпочитают завтракать с видом на океан. Непременно попробуйте тосты с лососями или с бужениной. Это фантастически вкусно! Что касаемо покупок, на Канарском архипелаге очень выгодно приобретать все, особенно ювелирные изделия, табак, алкоголь и брендовые вещи. Благодаря сниженному НДС, который на островах называется ИГИК, архипелаг относят к зоне дьюти-фри. Шоппинг становится еще выгоднее в период летних и зимних распродаж. Так, зимний рябахос начинается 7 января, а летний, чтобы вы знали, с начала июля и длятся 2 месяца. Двухкилометровый пассео де Меланерос или аллея Меланерос включает в себя не только магазины с модной одеждой, обувью и ювелирными изделиями. Здесь расположены также несколько десятков ресторанов с необыкновенной обстановкой. Вид на Атлантический океан, свежий воздух и почти всегда комфортная температура. Летом, в отличие от материковой Испании, находиться на островах намного комфортнее. Столбик термометра лишь несколько дней августа приближается к отметке 40 градусов. И зимой здесь стоит постоянно хорошая погода с дневными температурами около 25-30 градусов и ночью около 18. Есть в этой туристической зоне и торговые центры. Барадеро один из них. Здесь продается все, от сувениров до экскурсий. И снова одежда, очки, обувь, бижутерия. Любителям потусить рекомендую казино с дискотекой Честер. Это место не для подростков. Солидное, приличное. Вам обязательно понравится. Другое место, которое я советую вам посетить, это кафе Дель Мар, расположенное непосредственно на аллее Меланерас. Это место с прекрасной живой музыкой, атмосферой лаунч и великолепным сервисом. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот и все. Я очень надеюсь, что этот репортаж вам понравился и вы поставите ему лайк. Подпишитесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, чтобы знать больше о реальной жизни в Испании от инсайдера со стажем. А с вами была Екатерина. Всего хорошего. Ясто Пронто.